Сейчас у нас будет дикий рынок, дикий, неурегулированным государством земли. Более того, я скажу вам, что фактически он уже начнется вот после 1 января. Почему? Потому что эти изменения, которых столько было копий словно, не приняли. Сейчас будет обсуждаться там комитет, проходить через Верховную Раду. Еще неизвестно, в каком виде, конечно, примут эти изменения, которые позволят куплю-продажу земли, и когда примут и прочее. Но дело в том, что закончился мораторий на куплю-продажу земли, срок которого по законодательству 1 января 2020 года. И его не продлили, этот мораторий. Понимаете? То есть при желании сейчас уже можно организовать схемы по куплю-продаже земли сразу после 1 января. Когда мораторий закончился уже, его не продлили, я думаю, его не продлили сознательно. И когда новые изменения еще не вступили, их еще не приняли даже, они говорят о том, что они не вступили в действие. И можно за это месяц-два, пока будут тянуться эпопеи с принятием-непринятием всех законодательных актов, которые, может, и не примут в конце концов. Можно организовать, я думаю, что кое-какие бизнес-структуры к этому вполне готовы и не случайно мораторий не продлили. И они будут уже скупать землю, потому что законодательство, в принципе, позволяет это делать. Потому что был мораторий, теперь моратория нет. Ну, там, все-таки, законодавча база так прописана, что до введения в дию закону про землю законодательства, оно будет проленговано. Да, у нас читается двояка, очень большая кулька законодательных актов, и они просто так щороку его продолжали, або там раз на три года продолжали цей мораторий. И как раз для того, чтобы оно двояко не читалось. Сейчас его можно читать и так, и так. Верховная Рада 3-го, 4-го, 5-го, 6-го мали бы зібраться, все-таки, что они не соберутся для того, чтобы землю законодательства. Ну, они ж навпаки, навіть так хотели працювати и принимать этот землю закон, что аж на целый тиждень скоротили соби сессийные недели. Такие, знаете, надо подарки купить. Такие, знаете, надо подарки купить.